Друзья, всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. И сегодня будет ролик, посвященный косметике Фаберлик. Итак, заказала новую помаду. Так хотела попробовать, но промахнулась, видимо, с цветом. Оттенок мне этот не очень нравится. Вообще, хотела заказать... Мне, кстати, многие спрашивали, какая любимая помада. Розовая помада у меня 44107. Это Фаберлик, но, к сожалению, я такую там уже не нашла. Вот такая моя любимая. А это полуматовая бархатный сезон. Это 40.064. Она, мне кажется, как-то немножко делает мрачноватой, что ли. Что-то не очень мне понравилась она. Да, я хотела больше розовый оттенок, нежели такой цвет. Хотя по консистенции она очень классная. Она ложится прям идеально. Держится довольно-таки долго. Очень такая приятная на губах. Освещение, видите, как играет у меня тут в комнате. Прям качка, мне кажется, отлично подходит. Сегодня я накрасилась вот как раз уже этой новой косметикой. Сейчас я переключусь, буду все показывать крупным планом. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Здесь у меня немного декоративной косметики, уходовая. И также еще косметика для дома, которую я постоянно заказываю. Так, и давайте начнем, пожалуй, с самого интересного для меня, что была эта декоративная косметика. Впервые я заказала вот такой тональный крем с сывороткой с омолаживающим эффектом сиянием молодости. Красивый флакон, выглядит дорого. И вот такой вот здесь дозатор, что очень удобно. А вообще мне нравится, как выглядит сам флакончик. Хорошо. Долго у меня камера сегодня фокусируется, прям вообще. В принципе, мне понравился, как он выравнивает тон кожи. Также он питает, увлажняет ее. Но я думаю, что все-таки какие-то суперсильные несовершенства, недостатки кожи он не перекроет. Он такой легкий, больше похож на BB крем. Наносится он легко, то есть для ежедневного использования самое то, текстура гипоаллергенная. И, кстати, да, у него очень приятный аромат. Далее я заказала вот такую вот тушь Make Up Your Day с Extreme. Так, она дает длину и объем. В принципе, я вот как раз да сегодня ее опробовала. Она еще пока жидковатая. Но через несколько дней она подсохнет, и, я думаю, идеально будет наноситься. Вообще, я очень люблю. Здесь такая силиконовая кисточка. Полуматовая губная помада. Бархатный сезон. 40-0-64. Очень приятный аромат. По консистенции она мне очень понравилась. Очень так ровно ложится на губки. Вообще, я просто больше люблю помады, которые освежают. Наконец-то я заказала румяна в шариках. Уже мчужная россыпь. Очень хотела, кстати, их давно опробовать уже. Здесь мне нравится пленка, что очень хорошо тут закрыто. Сейчас я ее сниму. Здесь вот такой вот поролончик. А вообще буду носить кисточкой. Шарики выглядят вот так. Так, ну я нанесла. Наносить желательно вот такой вот кисточкой. У меня даже руки блестят. Реально. А лицо так вообще переливается. Все. Прям как будто бы чуть ли не с блестками они. Но надо будет привыкнуть, потому что они дают такой очень яркий сразу цвет. Такой ржеватый, что ли. Кстати, впервые заказала попробовать вот такую живицу. Это кедровое масло. Для укрепления иммунитета. Как раз в холодное время года. Здесь 90 капсул. И принимать нужно по 3 капсул в день. То есть на месяц мне хватит. Вот очень интересно попробовать. Посмотрим. Мне просто многие хвалили это средство. И вот я решила попробовать. Здесь очень конкретная упаковка, скажу я вам. Еле-еле открывается. Но это хорошо. Вот такие здесь зеленые круглые капсулы. И сверху была ваточка. Так, далее. Зубная щетка с ионами серебра. Средней жесткости. Мне очень нравятся такие зубные щетки. Фаберлики. Заказываю уже, наверное, раз шестой. Вообще и ручка здесь. И сама щетка. Ручка удобная. Щетинки с серебром препятствуют размножению бактерий. Эффективно очищают зубной налет. В этот раз заказала вот такую красного цвета. Так, впервые, кстати, заказала еще вот такой шампунь для идеальной гладкости. Я и так волосы свои постоянно выпрямляю. Я не люблю, когда они пушатся. Они так-то у меня вообще кудрявые. Буду пробовать. Деликатно очищает и разглаживает волосы. Восстанавливает пластичность волос без утяжеления. Создает эффект зеркального блеска на всем полотне волос. Так, шампунь деликатно очищает и разглаживает волосы. Вот это то, что мне и надо. Обязательно, когда я перепробую все эти новые средства, сделаю ролик пустые баночки. Так, Олесе, ну и в принципе и себе тоже я заказала еще вот такую гель-пену для ванны. И душа кошка манго. Приятный, просто такой волшебный аромат. Мне очень нравится. Как пахнет, просто супер. Деликатная формула не раздражает детскую кожу, а яркий аромат терапического фрукта заряжает малышей положительными эмоциями, превращая купание в любимую ежедневную забаву. Далее я уже, как всегда, заказываю мой любимый питательный крем для рук и ступни. Малины белый шоколад. Очень приятный аромат. Этот крем очень хорошо питает кожу, увлажняет ее и смягчает сухую кожу. И рук и ступни, особенно для холодного времени года, это просто must have. И жидкое мыло для рук малин и белый шоколад. Тоже очень приятный аромат. Хочется прямо его съесть. Дальше моя любимая концентрированная зубная паста. Это паста с маслом австралийского чайного дерева и экстрактом голубого кипариса. Что мне нравится, что вот эта паста действительно надолго придает свежесть дыханию. Обалденный аромат. Вот прям я очень довольна. Мягко очищает эмаль, поддерживает еще и здоровое состояние десен, предотвращает появление кариеса. Еще она экономична в использовании, потому как она концентрированная. И достаточно прям маленькой горошинки, чтобы почистить все зубы. Так, дальше гель для интимной гигиены с афродизиаками. Я заказывала уже несколько раз такой гель. Мне нравится. Нежный цветочный аромат. А гипоаллергенный гель дарит ощущение свежести и чистоты на весь день. Кстати, вот такой вот новый каталог. Первый каталог в 2020 году. Так, далее косметика для уютного дома. Для мытья посуды вот это концентрированное средство с ароматом яблок. Мне оно очень нравится. Средство это, кстати, безопасное. Оно подходит для мытья и детских тарелок, и чашек, сосок, бутылок, игрушек, даже фруктов и овощей. А вот это вообще супер средство для ванной комнаты. Средство чистящее, универсальное. Для акриловой ванны. Моей самое то. Хорошо удаляет быстро грязь, мыльные разводы, водный камень, также отложения разные, ржавчину, особенно краны. Хорошо мыть этим средством, потому что вечные разводы. И также это средство устраняет неприятные запахи. Единственное, что это средство не экономичное. Оно у меня быстро расходуется, потому что такая жидкая консистенция. И далее вот такой вот очищающий гель для туалета с лимоном. Эффективен против известкового налета, ржавчины, неприятных запахов. И еще, что я заказываю постоянно в Аберлике, так это концентрированный стиральный порошок. Здесь вот такая вот маленькая пачка. Но здесь одна упаковка равна 3 килограммам обычного порошка. Это аромат морозный день. В основном им стираю светлые вещи. Для белых и большинства цветных тканей написано. Не содержит фосфатов. Не важно, что порошок не вызывает аллергии. Детские вещи можно стирать и не беспокоиться. Проверено уже много раз. Так, и еще вот такая ложечка здесь. Ну, у меня такая уже есть. Тут еще положили. И эта пачка здесь 800 грамм. Новые пользователи, которые зарегистрируются на сайте по моей ссылке, которую я оставлю внизу под видео, и оформят заказ, получат скидку на продукцию до 20% и подарки для новичков. Кстати, как вам такая помада? Напишите в комментах. Идет мне, нет? На камере, конечно, не очень видно, как тональный крем я нанесла. И уж совсем не видно румяна. На самом деле, они такие блестящие. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Анастасия Флешка. И всем пока-пока. До скорых встреч. Продолжение следует...